Дошли до меня слухи, что один виноторговец с платежами запаздывает. Я... я не знаю, о чём вы. Я всё время оплачиваю. А не забыли ли вы часом про свою приятельницу Джарвию, которая вас прикрывает? Не просто, знаете ли, следить за тем, чтобы никто, скажем вас, не поджёг со всеми вашими винами. Мои вина? Пожалуйста. У меня с выручкой совсем никак. Народ всего боится, ничего не покупает. Скажите, Джарвии, я наскребу денег, я... Джарвию обещаниями не кормят, старик. Давайте-ка к вам зайдём и посмотрим, что вы тут припрятали. Рэкет по-дворски просто. Так, говорят, нужно подойти слева, поговорить с Бермором. А кто такой Бермор и где он? А вот Бермор. А загонщик нагов. Окей, кстати говоря, как раз наги. Я же знал, что лучше заниматься простыми нагами, а теперь вот и их лишился. До того они шустрые, что не найдёшь их. Простые наги? Мне они не нравятся. Какие-то они грязные. И речи нет, что мне тянулся к тому поставщику в пыльном городе. Я, пожалуй, закрою лавочку. Командант говорит, сори, спрошу ещё раз, а во сколько примерно Darkest Dungeon? Darkest Dungeon, наверное, где-то часов в 6-7 будет где-то так. Не раньше. Теперь Лили получит своего нага. Давайте узнаем. А эти звери опасны? Их надо отварить перед тем, как жарить. А так они совершенно безопасны. Кое-кто утверждает, что из них получаются недурные домашние питомцы. Я бы сказал, что всё равно, что таскать на поводке репу. Ладно, если замечу каких-нибудь нагов, отправлю их к тебе. Удачи тебе! Чтобы восстановить дело, мне нужен всего один наг. Всего один. Потерянные наги. Новое задание. Ну-ка посмотрим. Угу. Наг Ранглер Бемор потерял своих нагов. Найди одного из них, чтобы помочь нагу вновь встать на ноги. Неплохо звучит. Найди нага, чтобы помочь нагу. Так. Кстати, будут какие-нибудь стримы по поводу... А, по типу сапёра. Например, по косынке или по пассианцу. Паук говорит в олдбой. Насчёт пассианцев обязательно посмотрим, что-нибудь придумаем. Когда-нибудь расслабляющий стрим по пассианцу сделаем. Ну, может, в какую-нибудь Херсцоуну. Там можно разочек замутить что-нибудь. Тёмной ночью или ранним утром, когда никто не видит. Вот. А может вообще податься, как, например, Абвер Санчис. Во все тяжкие. А вот и на. Ты загоняешь и нага в коробку, чтобы доставить его Бимуру. Так быстро. Слушайте, я думал, где-то на глубинных тропах искать придётся. А тут прям сразу. Окейшки. Ступай отсюда. Я нагами больше не занимаюсь. Мне нечем торговать. У меня есть для тебя наг. Вот, держи. Солерока, я опять в деле. Пускай даже и в таком. Сейчас я не могу вознаградить тебя ничем, кроме благодарности. Но если поймаешь побольше этих тварей, я тебе отсыплю всё, что нашёл. О, побольше этих тварей. Он отсыпит нам. Ну, отсыпь, пожалуйста. Не надо Хердстоун, Лугону. А как будто что-то плохое вообще. Так. Нагов, говорят, будет много. Я рад этому. Значит, нам много отсыпят. По чесноку я вот хотел, говорит Мэдмакс, посмотреть твоим исполнение Джаггит Эллинс 2. Последние сборки, конечно. Может быть, когда-то будет. Я просто Джаггит Эллинс в своё время не играл, поэтому игра мне хуже знакома. Драгонейдж намного лучше, говорит НВШОК, чем последняя часть, портированная с консолью Г. Какой категоричный. Ну, для тебя, может быть, да. Так, сюда зайти-то можно? Можно. Поговорив с праздным гномом в пыльном городе, вы можете заказать поимку одной особи за несколько серебряников. Вы идите из пыльного города, вернитесь назад, и гном в разговоре отдаст вам Нака, которого можно отдать Лилиане в качестве особого подарка, и который после этого пропишется в вашем лагере. Круто. То есть, надо поговорить с праздным гномом в пыльном городе, поимку одной особи за несколько серебряников. Выйдите из пыльного города, вернитесь, и гном в разговоре отдаст вам Нака, которого можно подарить Лилиане. Окей, окей. Интересно, сколько всего здесь. Вот как хорошо, когда мелочи кругом такие проработанные. Можно вот со спутниками... Как хорошо здесь спутников проработали, вообще отлично, мне нравится. Вот этим хороши, наверное, всё-таки игры Беовара, что они делают нормальных проработанных спутников. Ну, немножко гомосятина, конечно, присутствует, может быть, кому-то это не нравится, но в целом... В целом, всё-таки больше положительного здесь. Насчёт Инквизиции и Управления скажу не такое уж оно и страшное, как его молюют. На самом деле, с ним жить можно вполне. Это всё, что у меня есть. Будет больше, если я что-нибудь продам. Так-так. Кажется, у нас гость. Ваш знакомый. Уходите отсюда. Это частный разговор. Частный разговор, да больше походит на вымогательство. Пожалуйста, не вмешивайтесь в это. Вы не знаете, кто они такие. Позвольте мне тогда дать разъяснение. Нынче в Арзамаре опасные времена, чужеземец. К счастью для нас, любезная Джарви всех нас защищает от этого хаоса. А ты, между прочим, очень выделяешься. Есть риск влипнуть в неприятности. Так что, если хочешь договориться с Харти о мире, это несложно. Цена разумная. Десять золотых. В противном случае никаких гарантий безопасности. А, ну ты подумай хорошенько. Точно хочешь все это начинать, а? Ладно. Разойдемся миром. Очень мне надо рисковать из-за вшивых десяти золотых. Все равно его, говорят, убивать. Можешь особо не париться. Ну да, все равно убьем потом. Так, ладно. Привет, фига. Да благословят тебя предки. Ты спас мои жалкие пожитки. Не знаю, как выразить свою благодарность. Ммм, а что знаешь об этой Джарви? Я... Я ее не видел, конечно. Говорят, она никогда не покидает пыльного города. Это старейшая часть города, где обитают неприкасаемые. Она управляет всем этим гадюшником. А как ни стало короля Эндрина, они совсем распоясались. Прежде они наводили страх только на пыльный город. А теперь досаждают добрым горожанам в общинных залах. Хмм... Ладно, покажи, что на продаже есть. А с другой стороны, сначала спрошу его про Харти. Что знаешь о ее Харти? Панда-головорезов из неприкасаемых. В последнее время все преступления в Арзамаре их тела. Они все преступники и дети злодеев. Сами предки называли их неисправимыми. Даже детей? Вы способны на такое? Да, разделение на касты действительно глубоко. Лишенные касты. Они все одинаковые. Воры, грабители и убийцы. Все до одного. Извини меня, но нет. Я благодарен за помощь, но думаю, больше нам разговаривать не о чем. Эй, стой, стой, стой. Ты не хочешь поговорить о чем-нибудь более приятном? Давай поговорим о торговле. Уверяю. Это самые низкие цены, какие я могу себе позволить. НВШок продолжает рассказывать, что первая-вторая часть супер, драгонейдж, а третья не очень. Не знаю, третья, по-моему, нормальная. Вторая тоже, ну, как-то так, средненькая. Но, знаете, вот чувствуется, что в ПВХ спешки как-то делалось. А в остальном жить можно. Можно целебные припарки купить, конечно. Что они нужны будут? Лириум вообще есть. Да, малая зель лириума. Так, потом еще малая целебная припарка. А, нужно три штуки купить сразу. Все, пожалуйста. Так, здесь тоже. Купили. Хорошо. Что еще у тебя хорошего есть, друг мой? Великолепный изумруд. О, за четыре золотых. Это Шелли, наверное, подарить нужно. Попробуем подарить Шелли, наверное. Прямо сразу, прямо здесь. Она же на месте у нас. Великолепный изумруд. Где там Шейла? Прекрасно. У нее дополнительный бонус к Силе появился из-за этого. Припарками запасись. А, всю фигню продай, чтобы быть готовым на 100% к спуску в шахты. Да. Давайте попробуем еще продать всякое разное. Что мы можем продать ему? Ну, во-первых, огненные стрелы всякие. Всякие булавы порождения тьмы и стали. Такое трешетинное. Длинный лук порождения тьмы. Лук маржелайный? Не знаю, продавать нет. Наверное, на самом деле он не особо нужен. Молот двуручный. 10,8. Мало. Маленький чистый огненный кристалл. Надо проверить. Сейчас на Шейлу налезет. Нет. В гноме длинный меч одноручный. 10. Уже неплохо. Длинный меч одноручный. Меньше. Стальной. Сильвери. Ткач из заклинания у нас уже вот был. Ага. Ткач из заклинания. Сильвери-то. Магия установления мана в бою. Шанс отразить враждебную магию. Значит, это продаем. Ткач из заклинания явно лучше. Алмазный молот. Тоже в печи. Двуручный. Это у нас больше есть и круче. Булава порождения тьмы. 6,0. Плюс 0,5. Пробивание брони. В печку. Так. Здесь тяжелые гноми перчатки. 2,1. Большой щит порождения тьмы в печь. Большой выщербленный духовный кристалл в печь. Плюс 4 к броне. 2,1. Ханлицкий шлем. Плюс 2 ко всем характеристикам. Плюс 3 к броне. Но характеристикам это, конечно, неплохо. Правда, 20 силы требует. Это сколько требует силы? 34 и 2,1 перчатки. А эти 34 и 2,1. Но плюс к броне еще. К всем прочим дают. Здесь 34 и здесь 34. Значит, их нужно продать. Вот эти вот. Большой чистый природный кристалл. К броне. Кустучу сильную природу. Давайте сверим. Ушейла кристаллы. Плюс все одноручки, кроме мечей, не очень. Говорят. Ага. Так. Чистый природный кристалл. Чем он будет лучше? Броня меньше? Чистый огненный кристалл. Критический удар в ближнем бою. Урон от огня 15. Слушайте, отличная штука. Вот это мы точно меняем. Огненная шейла. Устойчивость к силам природы, к физическому сопротивлению. А тут шанс вернуться от атак. Шанс уклониться от снарядов. Устойчивость к электричеству. Ну ладно, оставим пока что тот, который у нее есть. И все два продаем. Ты не хочешь поговорить о чем-нибудь? Ув... У меня так хорошие. Один, полтора и три. Вторая слишком зациклена на одном месте. Даже герои шутили по поводу склада в доках. Каждый год его задают контрабандистам и прочим злодеям. За счет DLC есть пара интересностей, говорит, снегами. Ну да, на самом деле, вторая Dragon Nation плохо в основном только тем, что он хуже первого. Так-то, в принципе, игра вполне терпимая. Нефрит продаем. Аметист продаем. Каменный бальзам, я думаю, тоже можно продавать вообще. Камяем на осторожность туда же. У нас очень много подарков, которые нужны. Например, антивианские кожаные ботинки нужно вручить. Вручить, знаете, кому? Я догадываюсь, что это нужно зевранчику отправить. Так. Теперь. Чистый природный кристалл продаем. Маленький треснуши продаем. Ну что, у нас места есть немного. Самая малость вообще. Я бы, конечно, еще сбросил вот это все бы. Куда-нибудь там, где-нибудь в сундук. У нас где-то в морозных горах. Или где... А, это мы сейчас в морозных горах. Ну, в общем, где-то на перевале. Аптеку купи. Да и нафиг не нужно. Так ты купил что-нибудь на распродаже игр от Square Enix'ов? Human Revolution купил. Так. До завтра там, кстати, она должна идти. До сих пор еще. И, знаете, я вот подумываю, купить-не купить Homeworld Remastered. Предзаказ там есть сейчас. За 500 рубликов. Потому что Homeworld я обещал постримить. И постримить его в Remastered-версии было бы неплохо. Зеврана тебя за это поблагодарит. Ну да, сейчас выйдем. Посмотрим, можно ли сменить у нас партию прямо здесь. Да, можно. Сэмси тогда. Снимаем Лилиану. Такого. Так ты не играл в Deus Ex? Играл. Но я только начал, а потом бросил. Но я решил за 79 рублей купить у себя. Можно, чтобы она лежала там когда-нибудь. Поиграю опять. Купи вора первого, говорят. Нет, я не буду играть вора. Просто вот не просите. Не знаю почему. Ну просто не буду и все. Приступим. Где у нас там сапожки? Антиванские кожаные ботинки. Пахнет. Это ведь антиванская кожа, верно? Я везде ее узнаю. Не знаю, где ты нашел это, но все равно спасибо. Раз ты писал насчет скриптов и скриптовый язык для игровой логики, это все от движка зависит на самом деле. Смотря на то, что ты используешь. Например, в Юнити лучше, наверное, на C-Sharp писать. Для какого-нибудь там произвольного движка там луоскрипты бывают нормальные, вполне заходят. Есть очень такие специфичные вещи. Когда-то на Tork 2, да и даже там приходилось работать. Такая жесть вообще, ужас просто. Настоящий мрак. Там Tork скрипт у них какой-то свой собственный. Хуже я вообще в жизни не видел. Отстоя. Вот. Бывало просто без скриптов. Все, хардкоднуто. Смотря какой жанр игры, смотря какая игровая логика. То есть в играх, где там все на механику заточено, типа какие-нибудь там Minecraft-клоны, там вообще никакие скрипты не нужны. Вот. Нигмус говорит, бери. Что брать? Кого брать? Зеврана брать? Да ну ты даешь. Решил Homeworld застримить. Небось играл по принципу стащить флот противника, да, говорит, снегами. Ну, на самом деле, это там самая такая адекватная тактика. Другие не работают нормально. Точнее говоря, труднее работают. Так, лучше первый пройти, перепройти. Говорит, ХК-47. Насчет чего? До секста? Ну, тогда лучше его не в стиме брать какую-нибудь отдельно. Сборочку такую. Спасибо за ответ. Пожалуйста, всегда. А ты что, хочешь заниматься игрозелом или что вообще? К чему этот вопрос? Просто интересно. Просто вопрос такой слишком общий. На него нельзя ответить без контекста. Нельзя, зная подробности, ответить, какой скриптовый язык в какой ситуации нужен. В большинстве случаев сейчас современные движки имеют свой устроенный скриптовый язык. У себя как бы особого выбора нет. Вот. Аверсом говорит, я относительно недавно попробовал поиграть в первый Deus Ex. Блин, умом понимаешь, что игра классика, но механика безбожно устарела. Просто невозможно играть. Я тебя отчасти понимаю. Когда в свое время пропустил, то ностальгии нет и уже сложно оценить. Не знал, что в этой тактике и застрял в 6-й и 7-й миссии. Говорит, сенегами. Ясно. Ну да, Хоумворд, я помню, у меня были проблемы, он у меня вылетал просто там. Понимаете, это было вообще жуть. Ой, ладно. Не стоит благодарности, скажем. Ну, если ты теперь отыщешь мне парочку проституток, тарелку ухи и продажного политика, я почувствую себя совсем как дома. Сидят-то прямо по мне. Чудо. Ох, плюс 16 раз, обубряет зевранчик, молодец. Сколько у него там в обобрении? У него же обобрение, 7,7. Скоро с нами переспать захочет, я чувствую. Вот, но... Ладно, давайте пока с ним побегаем. Так, это тоже с двумя клинками большими ходят. Зря, наверное. Лучше вообще не в стиме брать. Охо-хо, говорит Арханг. Да, но просто когда что-то очень дешево, и в стиме есть сервис, автообновление, нету троянов, встроенных в кряк и прочего, то как бы хочется все-таки себя почувствовать белым человеком немножко. Красный Пис говорит, я профессиональный программист C++ C Sharp, но в геймдиве не задействован. Хочу попробовать в качестве хобби написать что-нибудь на плюсах в каком-нибудь скриптовом языке. Но сначала нужно решить, что писать. То есть, понимаешь, неважно, на чем ты будешь писать. На чем писать это вторично? Оно вытекает из того, что ты хочешь сделать. И это самое важное, потому что ты вот с чисто программистским подходом можешь, знаешь, чем закончить, как я. Лишь к писателям в своем время занимался, совершенно бесполезным. И это печально, на самом деле, скажу вам. Лучше от этого держаться подальше. Лучше думать, в первую очередь, как не программист, а как дизайнер, действительно. Как сделать что-то действительно интересное, крутое и... Как бы это выразиться? То, что ты можешь по силам своим потянуть. Вот. Я первый Диос в 2012-м первый раз прошел, говорит, ХК, и мне он дико понравился. Ну, это замечательно, я рад. Переспать? Давай, Огрина. Охраните моего сына, заблудившегося во тьме. Младенец, позаборься к своему, ибо вам ведомо, что такое скорбь. О, бедняга. Давайте поговорим с ней. О чем ты молишься? Я Филда, вдова Тирака из касты кузнецов. Каждый день я молюсь за рука своего сына. Только не знаю, молиться ли о его благополучном возвращении, или просить предков принять его душу. А что с ним случилось? Это случилось пять лет назад. Он был еще юношей, когда пошел к глубинным тропам. Единственный кузнец в отряде воинов, чтобы чинить их оружие. Он так гордился. Но он где-то заблудился. Они вернулись домой, но его не было с ними. И кто-нибудь его искал? Командир не захотел рисковать остальными, чтобы отыскать заблудившегося. Слишком уж много народу сталкивалось с порождениями тьмы на этом пути. Нельзя его бросать. Хочешь, поищу его. Как? Для этого тебе придется отправиться к глубинным тропам. Да я туда и так хожу. Я серый страж, это наш долг. Страж? Ты впрямь можешь это сделать? Только стражи спускаются к глубинным тропам без свиты и охраны. О, благодарю тебя. Предки наконец-то услышали мои молитвы. Только не слишком надейся. Можно десятилетиями бродить по глубинным тропам, но не найти следов твоего парня. Подыщите меня, как вернетесь. Понятно, Растэнпис. Программистские навыки, говоришь, поднять. О, еще один наг. Коробочка с нагом. Так, с Дагной мы говорили. А, да, Дагна же она ждет, когда мы вернемся из круга. Так, еще один торгуется, по-моему. Наземники? Прекрасно. Оставьте здесь немного золота, успокойте народ. Пусть думают, что ворота пора открыть навсегда. Пора поменять старые порядки. Так считает Белин. Нет, снегами я еще ключ не нашел, там нужно в пыльный город спуститься для этого, пока ты там не были. Я гляжу, ты обоими руками за Белена, а, или Белина. А почему? Не твое дело. Но я ж золото нутром чую. Он любит традиции, но хочет завести новые обычаи. Нравится это кому или нет? А написано, что он не цепляется за традиции, хотя переводит, что любит. Он предлагает новый путь. Ну, на самом деле это правильно. Для людей, которые с поверхности приходят сюда, очевидно должно быть, что цепляться за традиции это плохо. Нужно идти новым путем. Нужно объединяться и торговать с внешним миром, а не изолироваться от него. Как бы заметно, да, вот, как-то какие-то исторические параллели можно провести с современными нашими событиями. Не нужно изолироваться, нужно с другим миром быть, как бы, в хороших отношениях, вот. Смотри, не спали свой ужин, как в прошлый раз. Кстати говоря, я даже не начинал делать. Давайте перерыв сделаем минут 10-15. И потом продолжим рогенейдж. Вот, я сейчас поставлю готовиться еду. Вот, и вернусь. Ну, и глянем, что у тебя есть в лавке. Буду рад помочь разгрузить карман. Разгрузить карман-то? Да, мэтт, хорошо. Мчусь, ты ботинки из веридиума. Что у тебя есть, друг мой? Что у тебя хорошего? Золотые серьги. Это явно для Морриган. Серебряное кольцо с головой демона. Хм, кувшин короля за дворок. Так, статуэтка, выхмелю, исполненный в золоте. Так. Лан купим. Золотой символ Андраста. Это явно для Лилианы. Так. Кувшин короля тоже возьмем. Книга о смертном сосуде. Страх перед магией крови породил предубеждение против анатомических вскрытий. Но увлеченные ученые не дали погибнуть этой области исследования. Эта книга позволяет путем тренировок несколько повысить основные характеристики читателя. Дает читателю одно или более очков, которые можно потратить на характеристики, но потом становится бесполезной. Берем. Берем обязательно. Характеристики это хорошо. Так, кинжал из Сильверита. Кинжал, гномедленный меч. Фигня. Андраста больше Лилии любит Алистер. Нет, не правда на самом деле. Алистер любит скорее более такие оккультные вещи, как ни странно. У него есть некоторая тяга к предметам такой странности. Кольцо живчика же не купил. Как это не купил? Как это не купил? Живитель, кольцо, плюс здесь к телосложению, восстановление здоровья в бою и вне боя, к броне, к получаемым лечащим эффектам. Ну, чем не живчик? Хорошее кольцо. Не согласен, насчет большей открытости к миру, от них одни проблемы с их толерантностью и прочим бредом, говорит The Pain. Но почему-то эта толерантность и прочий бред живет лучше, интересно почему. Вот, как бы, спрашивается. Почему же этот бред оказывается более успешен? Можно зажатый... Давай еще хуже. Давай вот, например, как исламисты. Они, наоборот, хотят вернуться к традиционному теокористическому обществу. Что лучше так? Вон, исламское государство, закрывается ото всех, противостоит всему миру и сражается с ним. Круто же? Вот, вообще отлично, по-моему. Надо вперед идти вот с ними вместе, по одной дороге. Все круто, это главное кольцо, МК, да. Живут успешно за счет тех, кого грабят. Ага. Так, ладно, сзади еще один квест нас ждет. Брат, Маркел. Благослови тебя создатель, брат. Играл ли в первый Котор? Да, я в первый и второй играл. Тебя Разомарни напоминает первую планету оттуда. Ой, я плохо помню уже, на самом деле, что я там играл. Ну, я, конечно, с интересом проходил, но, к сожалению, воспоминания у меня уже довольно смутные, туманные. Какие там планеты были, откуда? Так, ну че? Не думал, что гномы верят в создателя. Или давайте поддержим его. Пусть его божественный дух всегда озаряет вам путь. Какая великая радость встретиться с единоверцем. Я брат Бергел из Ретклевской церкви. Вернулся в страну предков, чтобы распространять свет веры. Даже в самом чреве земли не укрыться от этой церкви. И это воистину большая радость, добрая сестра. Я подал прошение об открытии церкви в Арзамаре. Хм, и чье же разрешение тебе требуется, чтобы открыть церковь? Хранители стараются не допустить изменений в обществе Арзамара. Чтобы начать молебен, нужно, чтобы дал разрешение летописец Хроник. А, ммм, я хорошо знаю этого летописца. Может, ты поговоришь с ним? Ты ведь с поверхности? Тебе известны добрые деяния церкви? Церковь способна не только обеспечить духовное руководство. Она может быть школой, приютом для вдов и сирот, благотворительным домом. Очень многим в Арзамаре мы могли бы быть нужны. Да, если я столкнусь с летописцем, то не примену это сделать. Я вижу на твоем плече руку Создателя, направляющую тебя в пути. Прошу, дайте мне знать, как только что-то прояснится. Лилиана одобряет, отлично. Итак, Лилиан, что у нас там еще? Полученный навык. О, у Лилианы уже четвертый уровень вдохновения. Огромный бонус хитрости. Как она себя там чувствует, Лилиан у нас. Скажи, что тебе нужно? У нее уже 91 дружелюбие. Давайте сэвнимся. Попробуем Лилиане передать кушин короля или золотой символ Андраста, да. О, как это мило с твоей стороны. Плюс 6, уже 97. Причем Лилиана души нас не чает. Жги церкви, как варк. Да ладно, что какие? Ну, и текст из кодекса Кастя. Кастовое общество. А здесь у нас куда переход? А, в пыльный город. Но в пыльный город рано нам еще идти. Так, ну, с Фильдой мы говорили. Тут мы тоже говорили. Давайте в алмазный зал зайдем. Заручимся поддержкой. Голос вам. Семьи Дейса. Зал героев. Зал героев это вход. Да, мы на вход не пойдем. А сюда, куда можно перейти? Вон там еще кролики Наги стоят. Я так понимаю, болотная ритма уходила убить собственную мать? Только ради самозащиты. Так оно говорит. Значит, оно никак не могло это задумать с самого начала. Я ничего не знала о замыслах своей матери, пока не нашла книгу. Ты намекаешь, что я все это подстроила? Совсем не обязательно. Если учесть, что только оно и может прочитать эту книгу. С тем же успехом это может быть дневник или сборник кулинарных рецептов. Хочешь, я научу тебя читать эту книгу? Тогда ты сама все узнаешь. Хм. Теперь оно испытывает меня. Ну так что, будешь учиться или нет? Не буду. Мне наплевать, правда это или нет. Тогда оставь меня в покое. В этом месте на масте триггеры для разговоров есть. Можешь разговоры напарников пофармить, если не лень, говорит ХК-47. Ну, я бы не против был бы на самом деле. Но думаю, многие заскучают на стриме, если будут одни разговоры напарников. А вот такой разговор вполне меня устраивает. Стражник Розамар говорит, добрый день. Это у нас вход в испытание. Ага, воспитание нам рано еще пока что. К испытанию мы пойдем чуть позже. Давайте сейчас зайдем обратно в алмазный зал. Там поговорим с Леди Дейз. И после этого уже можно на испытание идти. Хотя у нас там алмазный зал прям по курсу он стоят. Вот понимаете, в чем дело? Есть два квеста. Один квест за Харумонта, другой за Белена. И за Харумонта квест мы должны выполнять где-то, наверное, в середине квест Белена. То есть мы за Харумонта выполняем, а потом хоп, его типа придаем и за Белена переходим. Как-то так. Или наоборот нужно сделать. Вот я не помню, честно говоря. Но вот этот квест мы можем выполнить сейчас пока что безболезненно. Борнеллен! Плохой, плохой гном. Очень плохой. Просто невероятно аргументированно. Вы знаете, сразу... Вижу искреннесть в глазах просто. Верю, верю. Олтер лорд Дейс. Спасибо огромное за помощь. Прекрасно. Лиза Дейс. Дом Дейс глубоко тебе признателен. Ну вот. Наоборот, говорит, во Флейм нужно сделать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Поподробнее, пожалуйста. Я хочу еще сделать. Я хочу быть за Белена и взять, соответственно, квест дополнительный второй. Тоже за него. Вот. При этом Хормонтом... Как мне нужно поступить? То есть мне нужно сейчас выполнить квест Белена, а потом уже перейти к квесту. Белен хороший гном, очень хороший, говорит ХК. На самом деле все спорно. У него методы очень плохие. С другой стороны, его цель, то есть как бы избавиться от гнеза традиционализма и больше развивать общество в сторону перемен и реформ, оно мне нравится. Ты Дейс обокрал? Слушайте. Действительно, я же Дейс не обокрал. Давайте. Шип мертвых богов, полученный предмет. Кодекс обновлен. Стальной кинжал, 4.8 удара, чуть как-то плохо. Из чего он взял инсталия. Модификатор критического удара, пробивание брони, модификатор силы. Курон к пробиванию брони. Он довольно средненький кинжал. Я думаю, можно апгрейднуть его где-нибудь там в нашем солдатском привале. Или перевале. Шип мертвых богов. Когда один из серых стражей убил архидемона огня Тотто, меч стража разлетелся на три осколка. После битвы на охотничьем холме стража унесли своего павшего брата. Весь хауп то для героического погребения, а осколки меча остались где были. Много лет куски меча никому не нужные валялись на поле боя. Темная кровь мертвого бога избразила сталь. Но в конце концов обломки нашла... Неварская женщина, сказшая останки своего пропавшего сына. Она продала их кузнецу за 10 монет, не догадываясь о том, что это за обломки. Кузнец же сразу понял, что это не просто железный лом. Он наготовил из остатков три одинаковых кинжала и назвал их шипами мертвых богов. Судьба разбросала кинжалы по разным уголкам Тедаса. Но куда бы они ни попадали, везде несли горе и смерть. Женщина, нашедшая их вскоре, умерла от чумы. Кузнец погиб у себя в кузнице. Каждый, кто хотя бы дотрагивался до того кинжала, безвременно умирал. Но для нас это норма. Да, нашел гномиху, которая хочет стать магом, мы обязательно в круг сходим. Но после того, как еще один квест получим, который связан с кругом. Здравствуй, Кулдфьюжн, тебе тоже доброго вечера. Главное тут не закрывать кузницу, у големов финальной битвы просто имба, говорят. Да, я вот не хочу это сделать. Как раз хочу, чтобы големы у нас были. Я на мечу руны, пролечая замедлениями, мастера вешал. Весело бывает с толпой воевать. Ага. Спойлер. Нет особой разницы между Беллиным и Хромонтом, в эпилоге они оба не очень. Ну и окей. Нашел гномиху, нашел. Хороший артефакт. Хромонта, сейчас после сдачи квеста Беллина. А, возьми-ка меня за Хромонта. Я взял в Эфлейм. У меня есть оба квеста уже взятых. Так, смотри, в Эфлейм. У меня есть оба квеста взятых, да? Я могу сейчас закончить какой-то из них. Какой первым заканчивать, чтобы я дальше получил квест предательства изнутри? Это квест, который дает нам Беллин вторым. В том случае, если мы предаем его. Если одновременно с этим заданием мы взяли задание на благосклонность Бринса, то перед выходом с испытания его встретит в артак Гворн и обвинит предательство. Можете сказать ему, что не хотели иметь ничего общего с Беллином. И можете убедить в обратном. Тогда станет активным квест предательства изнутри. Если хочешь Големов, Шейлу надо убрать. Да, я ее уберу, но это позже будет, пока она может побегать с нами. Так, ну что, в Эфлейм, жду твоего слова Веского, потому что я так понимаю, ты в курсе, как надо сделать. А я, судя по описанию, очень как-то вот размыто и расплачто понимаю этот смысл. Порядка, какой он требуется. Просто закончишь квест Хромонта, квест Беллин не зачтется. Наоборот, не знаю. Давайте попробуем закончить квест Беллин и посмотрим, что будет. Делаем сейвушку. Сейчас просто новая сохраненная игра. Опа. Мы не закончили квест Беллина, и нам нужен у Кабатчиков, да? Это где-то ниже, насколько я помню. Наверное, у Кабатчиков, где она там находится. Может взять драму на стрим. Какую драму? Ох, сколько у нас повышений. Кулд Фьюжн, Лейтенант, Немизис, Ред, Корпорал. Отлично. Так, что у нас тут есть? Глубинные тропы. Алмазные залы. Товары. Зал героев. Оружейник. Таверна. Вот нам сюда. Можете поговорить с представителями обоих претендентов и получить начальные задания от обоих. Но выполняйте только одно из них. Того претендента, которого вы решили поддержать. Если вы выполните их все, то вы представители решат, что вы приняли сторону противоположной партии и не станут с вами больше разговаривать. А мы давайте это проверим. Просто возьмем и проверим. Тут же есть убеждение. Убеждение вообще рулит. Так, и педали-то еще говорят. Можно даже думать, из чего в условиях пещер можно гнать спиртное. Ну, конечно же, из толстошлемников. Хелмит спаун, по-моему, такая штука. Вот. Толстошлемник. Из него и гонят спиртное. Дворфул. Хорошая драка внесла бы приятное разнообразие. Так-то да. Да, просто ищу кое-кого. А еще Дулина. Так, стоп, нам точно Дулина надо или кого-то путаю я? Журнал. Задание. Разомар. Доверие лорда. Это не том. Благословность принца. Вот. Лорду Хельмен. Нам лорд Хельмен нужен. Долговые расписки ему отнести. А сейчас посмотрим. Я сейв сделал. И пообузим немного сейва в этом смысле. Нивен есть. Официант. А, вот лорд Хельми как раз. Сказал, что я не понимаю, почему к испытаниям допускаются не все. Лорд Деник Хельми. Достопочтенный дешир Совета Арзамара. И горькое разочарование моей достопочтенной матери. Ей не нравится, что я торчу в тавернах. Ну, ты же понимаешь, страж, о чем я. Каст на поверхности нет, и все идет как нельзя лучше. Или я не прав? Ммм, ты меня знаешь, слухи-то быстро расходятся. Ты так и останешься самым младшим и забитым членом Совета, если не будешь прислушиваться к камню. Я слышал, что в город пришел серый страж. Не обижайся, но у тебя необычный вид. Ну, на поверхности говорят дела не лучше. А, во взглядах на касту ты, вероятно, расходишься с амболеями. Замечательно. Думаю, тебе уже сообщили, что я ни на что не кажусь и только пропиваю мозги у кабатчиков. Или они ограничились на величайшем позором, какой только знал Совет. Это мне особо нравится. Знаешь, если позволить кустецам и трактирщикам заседать в Совете, из них выйдут весьма достойные деширы. А Арсамар настолько закоснел традициях, что никто и не задумается, нужны ли касты. Ну вот, как раз у меня хорошие новости есть. Лорд Хромонт обманывает тебя, Лизидейс. Барон говорит, надо освободить постояльцев от лишних вещей в карманах. Ага, да, нужно обязательно сделать это. Магнос, насчет озвучки. Правильно ли сделали, что озвучили? С одной стороны, это делает игру доступной больше людям, большему количеству людей. С другой стороны, никто тебе не мешает включить английскую озвучку и русские субтитры. То есть ты можешь это сделать. Поэтому, ну хорошо, что озвучили на самом деле. С другой стороны, могли бы с меньшим количеством ошибок сделать бы озвучку. А вот тут такие места есть вообще перлы. Либо когда частично не вырезаны какие-то технические моменты, когда кто-то там запинается на полусловие, потом говорит, ты что за фигня, и заодно продолжает фразу читать. Либо когда фразу там два раза подряд просто перечитывают. Либо когда разными голосами один тот же озвучивается. Это, конечно, неприятно с другой точки зрения, с другой стороны. Но я предпочитаю вообще лично, когда играю, играть в игры с оригинальным звуком и с русскими субтитрами. Это какой-то такой хороший компромисс лично для меня. Какое у тебя зрение? Зрение? Ты про зрение? Про глаза мои, что ли, как они у меня, насколько хорошо видят? Ну, вроде пока более-менее, но раньше лучше было, но терпимо. Не знаю, честно, насколько оно у меня плохо. Но не страшно. Частая недоступность оригинального языка мотивируется более дешевой ценой в СНГ. Ну, да, на самом деле это правда. Это действительно так. Это не какие-то там отмазки, отговорки. Это же не проблема озвучки, а косяк монтажеров и звукорежиссеров. Тоже проблема, да, согласен. Но озвучка в целом, я же не говорю, что про актеров речь идет. А про озвучку как, собственно, само по себе все мероприятие, включающее себя и актеров, и звукорежиссеров и так далее. Поняли, что ты извращенец? Давай дальше уже. Почему я извращенец? Я вот не понял, например. Что ты какой-то фигню говоришь. Так. Так вот, насчет новостей. Лорд Хромонт обманывает тебя и Лизидейс. А, ну хочется, конечно, спросить, какое тебе дело и откуда ты знаешь? Но, если честно, мне так все надоело, что я ничему не удивляюсь. Мне эти земли совершенно не нужны. Но если я откажусь, родня меня убьет. Долг, понимаешь ли? Теперь мне придется по всем правилам раздоргать договоренность, а им обоим искать другие пути. А я надеялся, что нынче будет хороший день. Но зачем же голосовать за Хромонт, если тебе не нужна земля? Я действительно считал, что он лучше. Ты, небось, считаешь меня наивным дурачком, да? Все они одинаковые. Разодетые в пух и прах кровопийцы. Пещарные клещи. Я должен сообщить матери, что Лорд Хромонт передумал покупать наши голоса. Задание обновлено. Но перед этим, я, пожалуй, сделаю маленький перерыв, перед тем, как истину испытания. И я вернусь минут через 10-15. I'll be back. Так, в общем-то... Даже если им докажут, что это неправда. Верить тому, чего нельзя доказать, в этом и есть сущность веры, Шейла. Верить тому, чего нельзя доказать, это легковерие. Значит, я легковерна? Я так понимаю. Мы больше не сестры по духу. Да, быстро у них расто закончилось. Так, ну че, здесь у нас испытания. Мы сейчас делаем маленький перерыв. И... Давайте. Подождите меня чуть-чуть.